Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Таунхаусы в законе. С марта вступили в силу поправки в градостроительный и жилищный кодексы о правовом статусе домов, блокированные застройки. Что изменилось? За справедливость и охрану общественного порядка. В России отмечают день создания народных добровольных дружин. Каратэ, рукопашный бой, шахматы или аэробика. Какие секции популярны у поколения Z? Составляем рейтинг детских хобби. В доме Маштакова восстанавливают уникальные печи, а в здании фабрики кухни историческую плитку. Ход реконструкции объектов оценил депутат Госдумы Александр Хинштейн. В России заработал официальный интернет-ресурс объясняем.рф. На портале собрали ответы на самые актуальные вопросы о социально-экономической обстановке в стране. Там все желающие могут найти последние новости о принятых российским правительством мерах получить ответы на различные жизненные вопросы. Например, о работе банковских карт, о росте цен на продукты или о наличии лекарств в аптеках. Сайт создавали по инициативе федерального Кабмина. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко отмечает, что новый портал станет источником проверенной, официальной и, что очень важно, оперативной информации, которая будет обновляться в режиме реального времени. В Самаре продолжает свою работу гуманитарный центр помощи переселенцам из Донецкой и Луганской народных республик. Он открыт в корпусе Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна на улице Дзержинского. Там же волонтером служит и наша коллега Инесса Панченко, ведущая и автор программы «Звоните доктору», выходящей на телеканале «Самара ГИС». На своей странице в социальной сети она сообщила, что одежды собрано много, в дефиците памперсы и средства гигиены, а также продукты. Не хватает и волонтеров для приема вещей. Ростуризм огласил список стран, где ждут отдыхающих из России. В него вошли Турция, Египет, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты, Индия, Вьетнам и ряд других государств. В ведомстве также напомнили, что помимо доступных зарубежных стран забронировать туры можно на территории России. Все отели и санатории на юге нашей страны подтверждают ранее совершенные бронирования и продолжают принимать гостей. Добраться до необходимого места можно, прилетев в работающие аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных вод и Ставрополя. И уже из них проследовать к необходимому месту наземным транспортом. Коммунальные службы завершают первый этап уборки городских крыш от снега. Работа выполнена более чем на 95%. За состоянием скатных кровель следят в районных администрациях и напоминают управляющим компаниям о необходимости качественной и быстрой уборки из-за резких перемен температуры воздуха. Если напоминания не работают, то в ход идут санкции. Так только в Кировском районе за январь и февраль проверяющие составили 26 материалов в отношении недобросовестных управляющих компаний. Обо всем подробнее расскажем в сюжете. В конце февраля, начале марта расчистка крыши от снега становится самым актуальным видом работ для коммунальных служб города. Особенно сейчас, когда минусовая температура сменяется плюсом. В Самаре насчитывается 6892 скатные кровли, и на сегодняшний день практически 95% из них готовы к весне. Так, например, в Кировском районе их 845. Управляющие компании выходят на эти объекты, но полностью убрать их за раз удается не всегда. К примеру, если крыши многоэтажек можно легко убрать вручную и полностью, то хрупкую шиферную кровлю в рабочие расчищают только по периметру при помощи спецтехники. Но температурные качели вызывают таяние оставшегося на кровле снега, и повторное образование наледи. Зачастую качественные уборки мешают автомобилисты, поэтому самарцам напоминают, в период оттепеля нежелательно парковаться вдоль домов со скатными крышами, так как снег может упасть на припаркованный транспорт. Менталитет граждан таков, где свободно, там и ставлю. Но не понимая, что может быть в качестве последствий, не оглядываясь на наличие деревьев или дома в зимний период. В любой момент, даже в летний период, что-то может быть сколтое, кирпич упадет и так далее. Поэтому каждый житель, каждый водитель должен сам предварительно осматривать место в своей парковке автомобиля. Также коммунальные службы обращают внимание жителей на балконы в многоквартирных домах. Если за очистку крыш отвечает управляющая компания, то снег, свисающий с карнизов и кровель, лоджии и балконов, жильцы должны сбивать самостоятельно. На кровлю и балкон по мере накопления они должны это все постукивать, чтобы оттуда, естественно, они туда залезть-то не могут. Поэтому они должны периодически постукивать, чтобы все это падало. В свою очередь администрации районов совместно с управляющими микрорайонов проводят мониторинг состояния вверенных им территорий. Если УК убирает снег с кровли или прилегающей территории недобросовестно или совсем не выполняет свои обязанности, районные административные комиссии, составляют акты. За январь-февраль 26 материалов составлены в отношении управляющей компании «Новая Самара», «Уютный квартал», «Чайка». Материалы направлены в государственные жилищные инспекции для принятия мер административного характера. Сегодня днем в городе работало 54 бригады уборщиков, 155 человек. Для более качественной уборки и соображений собственной безопасности рекомендуется оставлять транспорт в специально оборудованных местах. Таунхаусы в законе. С марта вступили в силу поправки в градостроительный и жилищный кодексы о правовом статусе домов блокированной застройки. Это значит, что собственникам таунхаусов больше не придется доказывать юридический статус своих домов. Подробнее Светлана Кудрявцева. Симбиоз городской квартиры и частного дома в последнее время, особенно из-за пандемии, в России и в частности в Самаре набирает популярность такой тип жилья, как таунхаус. С соседями имеет одну или несколько стен совместных, но тем не менее может считаться абсолютно автономным жильем, так как расположен на самостоятельном земельном участке, обособленном, имеет обособленную схему подключения к городским коммуникациям, предназначен для проживания одной семьи, то есть это не многоквартирное образование. Из ощутимых плюсов немного соседей, место для машины под окнами, небольшой участок земли и все это по цене квартиры. И хотя сегодня рынок жилья в стране дезориентирован, таунхаусы не проигрывают квартирам в новостройках. Примерно стоимость таунхауса площадью 120-140 квадратных метров, оно сопоставимо со стоимостью трехкомнатной квартиры до 100 квадратных метров в новостройке, расположенной в этом же районе, где примерно расположенный дом. Может быть дом чуть-чуть подороже, но опять же в силу наличия уже земельного участка, то есть в силу наличия дополнительного элемента комфорта, в силу того, что все-таки дома стараются строить по площади побольше, вот именно исходя из этих факторов, то есть они получаются по массе денег, может быть, чуть дороже. Но если пересчете на квадратный метр, например, смотреть, как на индикатор, то таунхаусы дешевле квартир стоят. Однако до недавнего времени таунхаусы не имели конкретного юридического статуса, что создавало проблемы жильца. С марта в градостроительный и жилищный кодексы внесли важные изменения. Новелла устраняет белое пятно в законодательстве и защищает права собственников подобных объектов. Раньше по закону в жилищный фонд входили только три вида объектов – жилой дом, квартира и комната. Но таунхаусы не попадали ни под один тип. Теперь в кодекс добавили понятие многоквартирный дом и объекты блокированной застройки, то есть таунхаусы. Это значит, что у собственников теперь нет необходимости определять его правовую судьбу в суде. Это жилое помещение, там можно регистрироваться, там есть понятные правила, что такое жилье. Так что собственники подобного рода жилья, конечно, могут вздохнуть с облегчением, неопределенность снятая. По оценке федерального Минстроя в прошлом году в стране ввели более 92,5 миллионов квадратных метров жилья. Это рекордный показатель за всю историю и более половины – жилье низкой этажности. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров, События. У главы Самар Елены Лапушкиной появился телеграм-канал. Об этом сообщили в городской администрации. Его можно найти в приложении через поиск по имени и фамилии мэра. Мне важно оставаться на связи с вами, поэтому будем использовать дополнительные каналы, в том числе и здесь, отметила глава города в первом сообщении. Кроме того, телеграм-каналы появились и у других структур городской администрации, в числе которых различные департаменты и районная администрация. Напомню, что актуальные новости из жизни города можно читать в нашем телеграм-канале «Самара ГИС». В доме купца Маштакова восстановят уникальные печи. В здании бывшей фабрики кухни – историческую плитку, а в сестринском корпусе Иверского монастыря – лепнину. Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн проверил, как идут работы на объектах. С какими трудностями пришлось столкнуться и когда реставрация будет завершена, расскажет Виктория Шарая. Еще 900 миллионов рублей будет направлено на реставрацию здания бывшей фабрики кухни в Самаре. Этих средств хватит, чтобы в полном объеме завершить все работы, обеспечить здание необходимыми технологическими решениями. Привести в порядок систему вентиляции, решить вопросы с дренажом, благоустроить внутреннюю территорию. Депутат Госдумы Александр Хинштейн осмотрел ход реставрации объекта и остался доволен увиденным. На мое счастье и большую радость сегодня у нас по фабрике кухни. Каких-то серьезных проблем нет. Главная сложность, в которой мы утыкались – это недостаточность финансирования. Этих денег хватает для того, чтобы в полном объеме завершить всю реставрацию. Вы видели, что там только одна система вентиляции представляет собой очень сложную такую техническую историю. В Сестринском корпусе Иверского монастыря завершаются отделочные работы. Там восстановлена лепнина, повешены двери. Напомним, ранее отреставрировали другой корпус монастыря – трапезную. В общей сложности из федерального бюджета на эти цели было выделено 84 миллиона рублей в рамках проекта «Историческая память». Мы, конечно же, очень рады, что заканчивается реконструкция первого корпуса, поскольку это улучшает и жилищные условия сестер, и внешний облик монастыря. Поэтому мы только слова благодарности можем сказать. Спасибо Господи. Новой жизнью скоро заживет и памятник деревянного зодчества, выполненный в стиле эклектика – дом купца Муштакова. Уникальное здание в центре города, украшенное пилястрами, около 30 лет требовало реставрации. Сегодня найден новый путь, новый алгоритм. Здесь после завершения работы уже до конца текущего года появится замечательное новое пространство, заварка, место, где будут завариваться новые идеи, мысли. Здесь будут проходить выставки, различные культурные мероприятия. Здесь всегда можно будет собираться с творческим, креативным людям. Тяжелый объект был, он вообще без коммуникации в данной ситуации. Понимание буквально месяца 4 назад. Как это сделать не было, сейчас в полном объеме понимания есть. Прогнозное подключение его к освещению, канализации и водопроводу. Первая контрольная точка, первая на 6-е 22-го года. После этого, когда только дом будет подключен к коммуникации, мы рассматриваем вопрос, вот там сквер, 7 соток, его будем ремонтировать. В доме сохранят уникальные печи, правда они будут носить декоративный характер. Задача реставраторов – восстановить здание максимально приближенным к его первоначальному виду. Работы идут в соответствии с планом. Аутентичные элементы, вот вы можете посмотреть, сняли, допустим, башенку, они все в мастерскую реставрационную отводятся. И то, что возможно восстановить и реставрировать, реставрируется. Все, что невозможно, оно просто подлежит замене. Работы идут под эгидой президентского фонда поддержки культурных инициатив. Сумма гранта – 20 миллионов рублей. Кроме того, средства выделили региональные городской бюджеты. Работа на всех объектах планируют завершить до конца года. Виктория Шарая, Григорий Плешаков, события. Уникальный город, исторический центр которого напоминает один большой музей под открытым небом. Так нередко говорят о Самаре гости областного центра. В городе на Средней Волге есть целый культурный квартал. С каждым годом открываются новые музеи и центры. И если раньше выучиться на музейного работника можно было только за пределами региона, то теперь это можно сделать и в Самаре. Подробнее расскажет Мария Левина. Мария Ионова пришла работать в музей впервые, когда ей было всего 17. Профессия девушку настолько захватила, что она решила выучиться на культуролога и связать свою жизнь с музейным делом. Для того, чтобы развиваться в своей специальности, ей, как и многим работникам самарских музеев, понадобилось еще одно образование. Но уже за пределами Самары. Люди будут понимать, куда они идут. Вообще, что такое музей, какие они бывают, на каких основных принципах он строится. Что эта институция отличается от очень многих других институций. Это отдельная вселенная, отдельный мир и отдельное огромное сообщество. Теперь же получить профильную специальность можно, не выезжая из Самары. Магистрская программа по направлению музеология доступна в одном из институтов города. Специалисты музейного дела крайне востребованы в современном мегаполисе. С каждым годом в городе появляется все больше культурных центров. Если раньше Самару сравнивали с Чикаго, то сейчас город на Средней Волге приобрел свое ни с кем не сравнимое лицо. Целый музейный квартал в исторической части города представляет собой некий культурный анклав, посетить который не упускает возможности многочисленные гости города, которые приезжают сюда из разных точек мира. Принять участие в магистрской программе изъявляют желания юристы, дизайнеры и даже те, кто окончил технический бакалавриат. Будет направлено именно на музеологию. Это музеология и охрана историко-культурного наследия. Сегодня как бы очень нужны музейным сотрудникам, очень нужны в том числе и управленческие навыки, знания, потому что сегодня развита проектная деятельность и люди, которые работают в музее, не всегда на руководящих даже должностях, они становятся руководителями проектов. Поступить на новую для Самары специальность можно будет на бюджетной основе. В этом году программа пройдет на факультете культурологии, а с 2024 года появится уже отдельное направление подготовки. Мария Левина, Григорий Плешаков, События. Далее о других событиях этого дня. В Самаре перекроют дорогу из-за лыжных соревнований. Об этом сообщили в городской администрации. На территории Самары с 6 утра до 16 часов вечера в воскресенье 6 марта будет ограничено движение транспорта на участке от учебно-спортивного центра «Чайка» до поворота на кладбище Лесное. Пояснили в мэрии. Данные ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны. Горожан просят заранее планировать свои поездки. Самарец брал автомобили в аренду и продавал по заниженной цене. В течение двух лет в полицию обратились несколько человек. Они рассказали, что сдавали в аренду мужчине свои автомобили. Какое-то время он исправно вносил платежи, но потом перестал выходить на связь. Полицейские насчитали 15 эпизодов, проанализировали движение денежных средств и смогли найти 35-летнего подозреваемого. На допросе он рассказал, что арендованные автомобили продавал по заниженной цене в соседние регионы или сдавал в субаренду. Общий ущерб от нелегальной деятельности оценивают в 2 миллиона рублей. Большую часть похищенных транспортных средств силовики нашли и вернулись законным владельцам. Сейчас идет розыск оставшихся машин. Заведено уголовное дело. Жители Самары обвиняют в мошенничестве. В Самарской области разрешили проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Масленицы на открытом воздухе. По словам специалистов, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в губернии стабилизируется. Но угроза по-прежнему существует. Необходимо соблюдать все действующие санитарные нормы, в том числе и на открытом воздухе. А также дополнительно принять все меры, чтобы сформировать заслон для инфекции, отметил губернатор региона Дмитрий Азаров. За справедливость и охрану общественного порядка. В России отмечают день создания народных добровольных дружин. Впервые движения дружинников появились еще при царской власти. После коронации Александра Третьего в добровольную охрану вступили 20 тысяч человек. В Советском Союзе отряды народной милиции также существовали. Они создавались при отделениях милиции. В годы Великой Отечественной войны бригадмильцы, оставшиеся в тылу, составляли костяк пожарных и санитарных дружин. А в 1991 году общенациональная система ДНД была упразднена. Но спустя 23 года, в 2014-м, возрождена в Российской Федерации. Тема продолжит Гульфия Сафина. Я скажу вам по секрету, что в милиции служу, потому что службу эту очень важной нахожу. У памятника героя техстрок Сергея Михалкова, дяди Степы, сегодня расположена одна из точек патрулирования сотрудников полиции ДНД. Будущий специалист информационной безопасности, студент Вадим Гангазов, в рядах народной дружины почти год. День спланирован четко. Учеба, дозор, сон, а далее по аналогии. Просто как-то листал в социальных сетях то, что как бы в задействии сотрудникам полиции, патрулирование вместе с сотрудниками полиции, ну, как-то решил собраться туда, пойти в штаб, записаться, набраться опыта. Сейчас вот заканчиваю последний курс и веду в ряды органов МВД. Военные пенсионеры и пенсионеры МВД, а также студенты профильных, юридических и правоохранительных вузов и СУЗов. Сегодня в структуре Самарского ДНД более 400 дружинников. И все они отмечают 8 лет с момента возрождения движения. Задача добровольцев – помогать правоохранителям поддерживать общественный порядок. Они являются как общественным контролем определенным за деятельностью правоохранительных органов, так одновременно и оценочным моментом для сотрудников. Протягивая, скажем так, не просто руку помощи, или они не заменяют или не замещают действия сотрудников полиции, они показывают поддержку общества, правоохранительной системе и вообще в принципе закону. Сегодня в работу дружинников входит не только патрулирование улиц и участие в культурно-массовых мероприятиях, но и отслеживание через социальные сети страничек, при помощи которых осуществляется сбыт наркотических средств. По этой линии дружинники ведут информационную работу со школьниками и студентами. За только прошлый год было задержано 500 человек по данным нашего наркоконтроля и, соответственно, было изъято более 600 килограмм наркотиков. Это все мы рассказываем о том, чтобы, так сказать, несовершеннолетние студенты, они понимали серьезность данной ситуации. Вот эти мероприятия мы проводим не только для галочки какой-то, что вот мы так сделали, реально, чтобы снизить уровень преступности. Для многих дружинников сейчас соучастие в добровольных рядах, возможность реализовать себя в профессии и расти по карьерной лестнице. За 8 лет в полицию и силовые органы устроились почти 250 человек. Ольга Павлова, Гульфия Сафина, Максим Гусев. События. Каратэ, рукопашный бой, шахматы или аэробика. От разнообразия кружков и секций для нынешнего поколения Z разбегаются глаза даже у родителей. Какие качества развивают в детях дополнительные занятия и какова цена вопроса? В теме разобрался Максим Магомедов. За окнами уже весна, а это значит, что совсем скоро у всех школьников начнутся каникулы. Чем занять ребенка летом, чтобы он не просиживал за компьютером, стоит задуматься уже сейчас. Для активных детей специалисты рекомендуют подбирать спортивные секции. Самыми популярными направлениями для мальчиков и девочек являются единоборства. На каратэ ребят принимают с 6 лет. Для того, чтобы начать заниматься, необходимо прийти на пробную тренировку. Наставник оценит навыки и спортивные данные будущего ученика. Также нужно получить справку от врача. Каратэ очень разносторонний вид спорта. То есть там входит и работа руками, ногами, броски, акробатика. Также гибкость нужна очень хорошая. Координация очень влияет сильно на выполнение всех приемов. Поэтому развитие всего идет организма. Тренировки обычно проходят три раза в неделю по два часа. Можно найти как платные, так и бесплатные занятия. Стоимость месячного абонемента в пределах 3000 рублей. Сейчас, по данным исследования картографического сервиса, в России замечен рост интереса к музыкальному образованию. К примеру, занятия вокалом помогают детям справиться с заиканием. При помощи специальных методик снимаются спазмы, зажимы и дыхание становится ровным. Творческое направление очень важно как для детей, так и для взрослых. И если мы говорим о маленьких детях, которые еще там двух-трехлетки, для них очень важно запуск речи, развитие речи. И через пение, музыку и музицирование это проявляется и происходит наиболее скорым, быстрым способом. Начинаем всегда мы с основ. Основы это дыхание, мышечная работа. Это вот все, что входит в понятие постановка голоса. Тройку лидеров в рейтинге детских хобби замыкают танцы. Под музыку малыши не только весело проводят свой досуг, но и гармонично разносторонне развиваются. С помощью движений тела дети учатся выражать себя творчески. В Самаре большое количество танцевальных секций. От классических бальных до экзотических бразильских и современных контемпорари. В хореографии, конечно, прежде всего, красота, это грация, это умение слушать музыку, вдохновение, конечно. В хореографии вообще все группы мышц задействованы, в том числе и мозг. Надо считать, надо слушать музыку, надо думать о том, как ты выглядишь, запомнить движение, запомнить порядок. Начать заниматься танцами можно в любом возрасте, начиная с четырех лет. Тренировки подразумевают минимум два урока в неделю по часу. За абонемент на восемь занятий придется заплатить 2800 рублей. Специалисты рекомендуют позволить детям самостоятельно выбирать для себя направление. К тому же, во многих кружках есть пробные занятия. Возможно, стоит договориться с ребенком об их посещении, тогда и выбор будет сделать проще. Максим Магомедов, Василий Колдашов, Максим Гусев. События. Яркие костюмы, веселая музыка и, конечно же, животные. В Самару приехал Гия Эрадзе с новым грандиозным шоу «Бурлеск». Впервые цирковой спектакль презентовали на манеже московского цирка Никулина, что на Цветном бульваре. Столичный цирк собирал аншлаги целый год. Самара – один из первых гастрольных городов. Что увидит зритель на цирковом манеже, расскажет Мария Левина. Эта весна начинается блестяще. 5 марта на манеже Самарского цирка заслуженный артист России Гия Эрадзе представит новое грандиозное шоу «Бурлеск». Настоящая жемчужина Росгосцирка, созданная на основе номеров, покоривших княжеский дом Монако. Масштабные декорации и удивляющие спецэффекты откроют зрителю сказочный мир красоты и праздника. Мы уходим от классического цирка, и мы превращаем это в сказку, мы превращаем это в спектакль. Десятки ярких, эксклюзивных костюмов и зажигательные танцы – и все это на одном манеже вместе с животными. От нежного вальса с белоснежным пегасом до классической кадрили с бурыми медведями. Это большая, огромная команда людей. Все эти люди, как сказать, одно – мы любим цирк, мы верно служим с вами в искусстве. И зритель, который к нам приходит, он должен уйти из цирка только с позитивной эмоцией, с теми чувствами, чтобы зрителю вновь хотелось вернуться в цирк. Бурлеск – это праздник, который захочется повторить. Артисты ждут самарского зрителя с 5 марта до конца апреля. Мария Елевина, Василий Колдашов. События. Артисты ждут самарского зрителя с 5 марта до конца апреля. Артисты ждут самарского зрителя.